Программа регионального материнского капитала действует в области с 2011 года. Сначала сумма была 25 тысяч, с 1 января 2017 года ее увеличили до 100 тысяч. Также были расширены направления реализации регионального материнского капитала. Кроме улучшения жилищных условий и медицинской помощи, можно оплатить обучение как в государственных, так и в частных учебных заведениях. Для этого нужно представить договор и квитанции об оплате. И мы часть этих денег, то есть не все 25 тысяч, а из этих 25 тысяч, оплачиваем образование ребенка, то есть и детский сад, и даже если школу искусств куда-то ходит, то есть образовательный процесс, все мы оплачиваем. Новшеством стало направление средств материнского капитала на приобретение товаров и услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые им необходимы для социальной адаптации и интеграции. Покупка должна быть сделана в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида. Это средства реабилитации, коляска, слуховой аппарат, что-то приближено. Но опять-таки должно по ИПР быть. Есть там некоторый перечень документов, которые необходимо нам предоставить. И мы опять-таки из регионального материнского капитала возместим вам ваши затраты. Ситуации бывают разными, и деньги могут потребоваться срочно. Региональный материнский капитал, как мера социальной поддержки, предусматривает и единовременные выплаты. В этом случае нужно обратиться к заявлению в управление соцзащитой. Из этих региональных материнских капиталов, 25 тысяч и 100 тысяч, можно единовременно, размер 10 тысяч, получить без всяких справок, без всяких квитанций, чеков. Это просто на нужды, первой необходимости, так называемые. Всю необходимую информацию можно уточнить в Управлении социальной защиты на проспекте Мира, 15, в кабинетах 104 и 105, а также по телефону 7 55 83 7 89 31. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей, СОРОВ-24.